всем привет меня зовут наташа и вы на канале замуж в индию сегодняшнее видео настолько разнообразное и интересное что я уверена она удовлетворит желание каждого из вас мои дорогие зрителя и так любители трэша сегодня вас ждет порция адреналина те кто как я любят выбирать обновки сегодня насладятся шопингом наконец кошатники и собаководы сегодняшнее видео вас не оставит равнодушным и внимание те кто любит вкусно покушать пожалуйста прямо сейчас подготовьте ручку и тетрадку для того чтобы записать рецепт очень вкусного индийского блюда сегодня у нас слава богу получилось выбраться за покупками за какими покупками вы сейчас шоке будете за теплой одеждой да друзья у нас сейчас в индии зима также как и у вас и температура будет постепенно опускаться прошлом году я заранее не побеспокоилась и мерзла и кстати да вот сейчас еще не очень холодно но уже вот ощущается не такая влажность как было раньше и я вот чувствую что у меня начинает кожа сохнуть у артура вот она парам покажи артура губы губы вот у артура вот и у меня в детстве кстати вот так же как у артура тоже были такие проблемы вся кожа была сухая губы трескались до крови и руки тоже вот здесь вот руки были сухие тоже иногда трескалась кожа до до появления крови это вообще было что-то страшно я наносила постоянно крема потом еще когда стала подростком у меня руки стали синие зимой то есть но видимо у меня такая чувствительная натура ну или вот как я сейчас аюрведу постоянно читаю смотрю разные видео что видимо у меня моя душа вата скорее всего раз у меня так реагирует кожан вот но и сейчас как говорится рекламная пауза я достаю свой чудо крем кайлаш для того чтобы нанести его на губы артуру я уже несколько раз наносила начала это делать со вчерашнего дня но и действительно у него губы стали лучше него была прямо корка вот здесь по краю по краю жалко что я не здесь не не сняла это на видео сейчас я нанесу ему и мы отправимся путь потому что по дороге будет ветер дуть в лицо естественно это важно а ну артур иди сюда да да в общем мы крем я нанесла густым слоем со временем он впитается крем очень приятно есть действительно он быстро впитывается и не раздражает и кстати для лечения насморка тоже его используют мажет вот здесь вот как усы этот крем и он испаряется как бы да и вот и вдыхаешь эти испарения эти масла и насморк проходит да друзья крем кайлас живан это просто находка универсальное средство от множества кожных заболеваний с его помощью вы в кратчайшие сроки сможете восстановить здоровье вашей кожи важный момент крем состоит полностью из натуральных компонентов что делает его безопасным для тех у кого возможны аллергические реакции крем удобен в нанесении имеет легкую текстуру и хорошо впитывается он отлично заживляет ожоги ранки мелкие порезы трещинки на пятках а также спасает от укусов насекомых имея данный крем свои домашние аптечки вы гарантированно забудете о проблемах с кожей всем советую его приобрести о боже такое страшная улица какая страшная улица решила вам показать по дороге в бадлапор мы проезжаем вот такой вот страшную улицу я даже решила заснять на видео какие здесь маленькие обшарпанные домишки все это находится прямо на оживленной дороге видите тут можно все рассмотреть весь быт кто что делает он женщина сидит тут он шьют детки вокруг крутятся у всех сохнет одежда на веревочках и вся эта одежда покрывается толстым слоем пыли потому что она нереально здесь пыльно из-за постоянного движения такая картина живописная так тут еще смотрите курочек продают курочек вон девочка ковыряется в пальцах вон женщина прихорашивается и все вот представьте все это происходит можно сказать посреди дороги кейгу да то не неудобно парам говорит по что на тебя сейчас этой расческой по голове огреет но некрасиво да так прям снимать но нет нормально она отреагировала у нас бы точно огрели вот здесь слесарь делает что-то для кнопала парам говорит делает я читал мне так неудобно парам это не стесняйся ничего порядка когда парам говорит что сейчас сейчас тебя побьют это он так шутит на самом деле один раз был такой случай когда я снимала да вот эта девочка вот я такая маленькая девочка и моет посуду рядом с ней малыш на на ее братик но явно не сестричка остановилась перестала мыть посуду когда увидела нас а мне хочется показать да вот как это как это происходит как она мой да вот посмотреть вот но все понятно да тут же еще колоритный на другой стороне дороги вот я сейчас перевела камеру видите здесь пацаны играют крикет на дороге прямо где где ездит транспорт они наверное не учили не учили что нельзя играть да вот самых там первых детских книжках написано что не играйте на дороге вот здесь здесь женщина убаюкивает своего малыша видите как интересно ларки ларка ларка вот и рядом женщина наверное свекровь спит пообедали и отдыхает и вот смотрите то есть они здесь живут и тут же они еще и продают это очень знаменитое растение это даже богиня есть тулся то есть как воплощение этого растения аватар и который поклоняются этому растению пусть жестрают есть даже праздник тулся в общем они это продают окей бай так но и вот рядом с их домом такая картина маслом вот но в прошла эта улица вот не выключаю камеру показываем тут уже видите как вы как будто бы в другой мир попали все чистенько аккуратненько значит я не договорила по поводу того что да вот как относятся местные к тому что я их снимаю в основном все отлично относятся даже рады так вот один раз был очень неприятный случай мы снимали попрошаек в мумбаи снимали как они стирают одежду в море так вот и одна из этих женщин меня стала пытаться бросить камень это было очень неприятно и даже опасно и все больше ничего такого не было ну что то вот у них они какие-то были видно не в настроении да друзья если честно я просто в шоке от таких условий проживания но вообще эти люди раньше жили в деревне занимались сельским хозяйством сами понимаете работа на земле это труд не из легких поэтому они решили перебраться в город ближе к цивилизации захватили землю возле трассы построили на ней вот такие вот халабуды ну и естественно удобством практически нет да но зато в городе огромные возможности в плане заработка мы поняли с парамом что мужчины из этой общины работают шоферами на рикшах и судя по тому что девочка маленькая девочка одна ведет домашнее хозяйство видно что женщины тоже целыми днями где-то работают да кстати государство всячески борется с этой нищетой с этими трущобами поддерживает фермеров ну естественно применяет и более жесткие меры просто-напросто разрушает весь этот самозахват но эти люди так устроены это их стиль жизни и даже там в случае чего они просто-напросто собирают свои вещички и как кочевники перебираются на другое место вот ну ладно друзья давайте сейчас о приятном приглашаю вас в кафе вместе с нами покушать вкусную еду до бадлапура от нас ехать примерно 20 километров и вот мы проголодались ли артур самый первый проголодался как хочу подкрепиться остановились придорожном кафе вроде тут и рыба продается так но идемте еще смешно так мы пока ехали решали куда же нам где же нам остановиться вегетарианское кафе или на анвечь в общем я же говорю что я я не хочу вегетарианское парам говорит но мне вообще все равно я все могу есть и артур такой говорит что папа если ты все можешь есть так давай говорит я тебе травы нарву будешь есть траву в общем такой парень у нас с юмором посмотрите какой здесь интерьер в этом замечательном кафе вот видите персонал в масках в шапочках все как положено какая чудесная картина я тоже так смогла нарисовать представляете гонит нет соков свежевыжатых соков сока здесь нет уже неприятно перед мои дорогие зрители сейчас мы вы посмотрите как папа есть пищу холодный артур на проголодался ай горячая и эта рыба называется макрель макрель вкусная рыба на гуа тоже можно раз еще нам подносят панир да сейчас я покажу потому что ими уже есть хочется но все-таки надо по традициям youtube надо снять и более мы очень редко показывать все как мы едим значит вот это панир масала до парам они панир масала называют они очень много кладут туда лука но есть в основном вот этот соуса луковые и в нем плавает панир адыгейский сыр мы здесь в этом бадлапуре надеемся приобрести какую-то теплую одежду я себе хочу купить типа мастерки что-то мастерка это у нас по харьковскому как же это такая кофта спортивная на змейке либо толстовку общем что-то такого плана вот такой вот хлеб индийский то есть это чапати а это называется бакри да бакри правильно бакри лепешка такая хаузы я ни разу не видела как не видела как и ни разу как ее готовили очень парам говорит что ее готовят из рисовой муки парам очень любят это я вообще на самом деле люблю больше всего чизнан из индийского хлеба но здесь к сожалению в этом кафе не готовят чизнан поэтому будем довольствоваться этими я буду чапати папа 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 парам будет есть бакри мне по мне послышала что артур похоже да созвучно да атул его зовут а вон еще один парень хочет показаться спасибо сеньки вот это повар который приготовил еду смотрите как ему захотелось чтобы вы увидели все занятия друзья собаки в инде нас постоянно преследует но на самом деле не только нас просто их здесь так много просто очень много и у меня для вас приятная новость собачка бейте помните красавица бейте дворовая собака которую мы кормим так вот быть и ждет потомство так что скоро собак в Индии станет еще больше вот посмотрите пожалуйста мы даже на нее надели ошейник специально для того чтобы люди думали что это домашняя собачка и относились к ней с большим уважением а вот котиков к сожалению в Индии очень мало к сожалению для кошатников и для меня в том числе вот напишите пожалуйста в комментариях кого больше из вас кошатников или собак собачатников или собаководов как там правильно говорить ладно сейчас специально для кошатников я предлагаю отличный канал сибирского кота уссури сибирский кот переехал жить из Украины в Канаду канал несет положительные флюиды избавляет зрителей от хандры и заставляет улыбнуться я знаю что многие люди любят котиков но не все могут позволить себе держать животное дома по разным причинам но теперь у нас есть возможность следить за жизнью и играми замечательного сибирского котика слушать его мурчание перед сном и комментировать его разговоры семьей да кстати насчет комментариев на канале собралась отличная компания добрые зрители единомышленники которые между собой очень тепло общаются в общем все те кто хочет отвлечься кто хочет отдохнуть душой добро пожаловать присоединяйтесь ссылочку на канал кота уссури я оставлю в описании под видео я просто уверена уверена что многие из вас уже написали или планирует написать что мол как же так вы заказали всего одно блюдо этот масала панир на двоих вы же голодные уйдете из-за стола но на самом деле это очень сытно очень вкусное пряное согревающее блюдо и я вот даже сейчас хочу вам показать рецепт мы сейчас приготовим вместе с фарамом и я уверена что многим из вас пригодится можно на новый год да почему бы нет удивить своих гостей уж точно такое они не ели так что давайте приступим как говорит носим кстати носим скоро приедет парам горе что где-то через пять дней приедет наш повар носим так ну видимо готовить будет только парам потому что мне надо снимать в общем на три порции этого блюда парам взял 5 луковиц вы представляете 5 довольно таки больших луковиц нарезает их и складывает вот сюда в кастрюлю тем временем пока парам занимается луком артур подготавливает чеснок чесноком нужно побольше но примерно две головки чеснока у нас будет нравится по-своему сколько чеснока сколько лука добавляем то что артур начистил и сейчас поставим вариться так перед тем как поставить вариться парам еще добавил туда специи значит гвоздичка корица гвоздичку корицу я увидела парам так быстро делать что я не успеваю смотрите артур у нас уже научился газ зажига поджигать стоя я решила у меня есть такая тактика что лучше ребенка научить чем ему запрещать лучше научить и не волноваться парам говорит что он видел как готовят это блюдо в ресторане и будет готовить именно по этому рецепту то есть есть еще домашние рецепты но я не успеваю за парамом он уже успел посмотрите что то в общем он два помидора без шкурки естественно нужно было вот так вот измельчить в блендере тем временем лук кипит в воде со специями так теперь вот эти вот помидоры парам выложил на сковороду для того чтобы обжарить без масла причем процедил лук и что теперь так теперь опять это будем погружать в блендер и измельчать вот обращаю ваше внимание в индии вообще не пользуются как у нас там так тряпочкой какой-то рукавичкой прихваткой да правильно назвать прихваткой а используют вот такой вот металлические щипцы я кстати до сих пор ими не научилась пользоваться прихватку я здесь так и не смогла найти нигде в магазинах не 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 находила что продавались но и использую просто тряпочку забыла вам сказать что парам еще туда положил немножечко имбиря это тоже очень важно в индийские блюда добавляют очень практически во все имбирь и это вот придает именно вот такой вот специфический да вкус лук со специями с чесноком и с имбирем запах отменный теперь представьте вот эту вот пасту мы переложили опять сковороду и это все будет обжариваться примерно 10 минут и потом будем туда еще добавлять значит гарам масала в общем парам говорит что я он не добавляет острые специи потому что ну мы с артуром тогда есть не будем я понимаю что многие из вас вареный лук выбрасывают из супа но здесь это совершенно другое по приобретается вкус совершенно другой оттенок так что постарайтесь абстрагироваться от своих прежних ассоциаций это индийское блюдо здесь все продумано все будет окей все будет вкусно эти добавляем куркуму тоже практически во все индийские блюда и и добавляют подожди подожди сейчас я тебе дам микрофон артур меня зовет постоянно у меня минутка освободилась говори что ты хотел возьми только микрофон в руки это мой огнетушитель если вы знаете как делать огнетушитель то позже пожалуйста поделитесь с этим рецептом в общем у меня сына изобретательный каждый день что-то придумают огнетушитель то подводную лодку то еще что-то и нам приходится покупать ему все вот эти вот трубочки скотчи за ленту каждый день у него какие-то новые идеи так теперь парам соединил соединил жареное с вареным добавил еще немножко водички и жарится это примерно минут 15 уже я надеюсь все что очень долго парам настолько кропотливо к этому относятся он говорит на все время мне говорю да давай уже хватит давай же он говорит нет индийская кухня она такая вот очень много времени на приготовление уходит сейчас парам добавляет соль до этого еще не добавлял ну вот настал долгожданный момент добавляем панир панира это тот же адыгейский сыр нарезанный кубиками кубиками как хотите нарезайте я нарезала такими вот мелкими на вид не очень аппетитно выглядит но на самом деле очень вкусно его еще смотрите вот еще калории масло вот видите на последний ингредиент слава богу я уже это сливки сложите я я не буду раскладывать по тарелочкам и все такое мне так устала снимать не уже есть хочется прямо вот так вот и сковороды возьму и попробую что приготовил парам мой любимый индийский муж супер молодец супер даже вкуснее чем в кафе вкусный необычный неповторимый вкус так что готовьте на новый год удивляйте своих родных близких и друзей очень вот посмотрите какой красивый костюм мне здесь собрали в этом магазинчике по моему классно смотрится то есть это отдельно здесь продавалась но мне вот этот вот эту лодку мастерку опять же что у нас так называют мне она очень сильно понравилось и вот девушка подобрала под нее штаны по моему тоже хорошо смотрятся а ну вот еще серая посмотрите как серая тоже классно тоже очень красиво но у меня просто до этого спортивные костюмы все были у такого серого или с более светлого серого цвета но я была помешана на этом цвете и как бы я и остаюсь постоянно глаз падает именно на такой но все-таки парам горит нет возьми вот этот размер этот цвет тебя как-то больше освежает он считает а мне важно мнение своего мужа вот еще футболочка тоже девушка предложила девушка продавец здесь очень хорошим вкусом знает свое дело в цветах но действительно по моему это цвет мне очень подошел вообще супер я даже когда харькове там в нормальных каких-то фирменных магазинах спортивных это не могла такое подобрать вообще я довольно качество отлично вообще сразу видно что это и после стирки будет отлично вниз выглядеть супер я в восторге по ценам вот это вот мастерка полторы тысячи штаны тысячу а сколько стоит футболка парам по матчу в общем 500 рублей стоит это футболка что он сынок красивый тети если папа купит тогда дадим зачем я рада довольно берем слушайте друзья парам вообще в шоке первый раз такое что зашли в первый магазин и я тут выбрала все что хотела все девушка сейчас упакует спасибо ей сейчас еще остапа понесло мне хочется еще обувь себе подобрать как обычно всегда когда мне что-то покупаем вроде как и ему не надо было но увидел тоже этот красивые футболки и мы ему выбрали но такой типа не футболку скорее майку в общем такого цвета синего и такого фасона как майка тоже захотел себе мастерку олимпийку вот я вспомнила в россии называют олимпийку скорее всего большинство из вас мои дорогие зрители знают это слово вот этот в этом магазине мы уже были вы помните этот магазин мы здесь покупали одежду перед поездкой на родину к параму тут много чего мы купили для меня и для парама и вот сейчас парам ну парам трай и лайк очень красивые вообще обалденные мне все нравится первое шоу фост первая классная мне нравится вообще классно я вообще обожаю вот спортивный стиль я раньше до до замужества чаще всего ходила спортивном стиле и над пипл и над пипл нотси такой темный что и ночью никто его не заметит а ну сам light color try по мере какую-то светленькую парам думает что здесь дорого стоит вот это тоже классная светлая но зато смотрится классно это наверно самое лучшее действительно ему светлые тона больше и дота для тебя мне ничего не здесь very nice параму я давно не делала комплиментами честно говоря что-то последнее время стали иногда ссориться и вот снова сегодня я ему расхваливаю и он прям аж расцвел ух сейчас зашли уже в обувный магазин подбирать мне спортивную обувь под мой новый костюм честно говоря как я сказала параму это не обувь моей мечты не то что о чем я мечтала всю жизнь но он сказал ничего страшного горит мы потом еще купим тебя то о чем ты мечтаешь но сейчас бери уже хоть это в общем смотрите вот такие вот мне понравились я решила остановиться на вот этих бежевых от черных парам категорически отказался он почему-то не любит черные обувь еще мне предлагали такого цвета темно-синего но мне не понравилось как они на ноге смотрятся как-то как бутсы такая сразу нога получается как копыта хорошо будут носиться хорошо стирается что это все цельное посмотрим берем парам да и параму мы купили мастерку темного цвета вы представляете мне она не очень понравилось но пара ведь нет я хочу темного хочу темного я потом он еще раз поверил посмотрела вроде как тоже неплохо смотрится но все парам расплачиваясь и поедем уже поедем нам уже пора домой 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 так на что буду уже заканчивать и напоминаю вам что впереди нас ждут очень важные замечательные события так что пожалуйста те кто еще до сих пор не подписался сделайте это прямо сейчас нажмите на колокольчик для того чтобы не пропустить следующие видео так ну на сегодня все всех люблю целую до свидания пока пока подписывайтесь на наш канал впереди вас ждет еще много всего интересного